Здравствуйте! Вы смотрите программу «Хочу домой» на телеканале Самара Гиз. По сложившейся традиции обсуждаем вопросы, как решать проблемы бродячих животных, собак и кошек, рожденных под открытым небом или выброшенных нерадивыми владельцами. В программе мы рассказываем о тех решениях, а самое главное, о делах, которые хоть как-то помогли бы в устройстве бродячих животных, собак и кошек. Ну и, конечно, главной темой нашей программы – это гости в студии. Сегодня их двое. Татьяна Солмина по профессии семейный психолог, но и, конечно, любитель животных. И пришла она в студию, чтобы обсудить очень важную тему – тему жестокого обращения с животными. И наша постоянная гостья в последней встрече была, правда, полгода назад – Ульяна Самсонова, зоозащитник. Здравствуйте! Здравствуйте! Все-таки очень важная тема – жестокое обращение с животными. И, вы знаете, я все-таки не думаю, я бы не сказал, что это уродливое поведение, оно присуще большому количеству людей в нашем обществе. Все-таки это единичные случаи. Как решать эту проблему? Ну, а прежде чем мы поговорим об этом, как решать и ответить на этот вопрос, все-таки расскажите, что у вас произошло, откуда вы и какая там проблема? Я из села Дубовый мед. Я проживаю два года там. И вообще никогда не думала, что я столкнулась с такой проблемой, как жестокое обращение с животными. Просто в моем мировоззрении это как-то не укладывалось. Пока я и мои дети не столкнулись с жестоким обращением на глазах, ну, прямо на глазах моих детей, убийство собаки произошло. И я начала этим заниматься и разбираться и пытаться... Ну, как-то действовать, да? Действовать, да, действовать. Я просто немножечко волнуюсь, потому что тема, ну, правда, она очень волнительна для меня, потому что пострадала не только собака, да, но и мои дети при этом. Как-то произошло, что просто взял человек или там кто-то взрослый, или там ребенок, подросток? Ну, пока это неизвестное лицо, да, кто это совершил. Когда я начала разбираться в этом деле, что в нашем селе это происходит на протяжении многих лет, такие отравления, и это как будто в порядке вещей стало, что захотел отравил, захотел, значит, убил, да, был такой, что и отстрел у нас в селе было, да. Ну, наверное, пока не появилась я, да, кто единственный человек, который этим делом захотел заняться, потому что в моем понимании как психолога, да, это недопустимо, это аморальное воспитание вообще общества. Ульяна, вы как зоозащитник, что скажете, что делать в такой ситуации? Сначала, что делать, вот, от вас мы слышим, да, и далее, что вы сделали в этой ситуации? Ну, безусловно, надо собрать как можно больше свидетельств, фото, опросить там, видео заснять, да, и идти, конечно, подавать заявление, писать в прокуратуру, понимать, что очень много времени это может занять, потом обращаться в СМИ можно, да, к депутату, то есть это такая работа, кроме, я помню, когда я была свидетелем в подобном деле, это полгода моей жизни, да, Но сейчас, возможно, это проще, вот, перед передачей, я успела позвонить в департамент ветеринарии, я знаю, что они делали запрос в МВД областное, да, а за последний год, за предыдущий, было 9 опрощений о жестоком опрощении, всего 9 по всей. Ну, на самом деле, их надо больше? Больше, те, которые зарегистрированы, 9 зарегистрированы, 21 год, 9 по области, 5 возбуждено уголовное дело. О, уже есть какие-то подвижки все-таки. Вот многие говорят, вот, про защитников, что вот вы какие-то ненормальные, вы защищаете собачек, я думаю, что, ну, хомо сабиенс, от них защитить, в принципе, кого-то невозможно, мы защищаем себя, как вид, нам крайне необходимо сохранить эмпатию, сочувствие у детей, просто для себя, не для каких-то, просто, чтобы оно у нас не исчезло, понимаете? То есть, это крайний, это вот последний, ну, может, надеюсь, не последний шанс, но это крайне важно для нас, просто. Спасибо большое. Татьяна, мы обязательно сейчас дальше продолжим, значит, вашу тему, что у вас там происходит, так? Ну, а давайте пройдемся, наверное, на несколько минут и посмотрим видеовизитки. Господа, товарищи, посмотрите, обратите внимание на всех четырех собак, которых можно забрать домой. Но, опять же, напоминаю, что в любом случае, если вы берете собаку из приюта, обратитесь за советом к профессиональному кинологу, вам это очень поможет в воспитании собаки, если нужна коррекция поведения, который, кстати, опять же, проходит через обыкновенную дрессировку. Итак, смотрим сюжет. Рыженький, пушистый, немного в возрасте, жили, не тужили вместе с другой собакой у одной бабушки. Также и попали вместе в приют «Надежда», после того, как их любимая хозяйка ушла в мир иной. Теперь Савва, так зовут пса, очень скучает по родному дому и очень хочет уйти из приюта. В прежний дом дороги уже нет, но сотрудники приюта надеются, что найдется новый ответственный владелец, который заберет Савву в новый дом. Жил в частном доме во дворе. Кроткий, спокойный. Для возрастного, наверное, пожилого человека будет идеальным компаньоном. По характеру покладистый. Немножко пугает его большое скопление людей. И когда он выходит за территорию приюта, потому что всю жизнь провел на участке у бабушки. Заберите Савву домой. Сейчас ему около пяти лет, и он очень хочет уйти из приюта в свой дом и к любящему его владельцу. Обращаться по телефону 8 846 231 4100. Любителям породы хаски есть вот такая очень породистая собака. Зовут ее Юки. Попала из отлова. Бегала по частному сектору Новокуйбышевска вместе с другим кобелем. По внешним признакам ей сейчас около 4-5 лет. Стерилизованная, привита и готова уйти к новому владельцу. Можно взять ее на квартирное содержание. Однако в этом случае придется поработать над воспитанием. Но лучше всего найти дом с приусадебным участком. К людям наилучшее отношение. К посторонним людям типичное поведение хаски. Отлично. Всех чужие, свои, без разницы. Ей главное играть, бежать. Очень активные собаки. Обратите внимание на эту собаку. Она чистокровная хаски. Заберите ее домой и сделайте ее жизнь счастливой. Обращаться в 8-846-231-4100. Кудрявая шерсть, песочного цвета, крупная, красивая голова. Выдает, что кто-то из родителей был очень породистым псом. Нашли его в Зубчининовке. Обитал возле одного из продуктовых магазинов. Жил, так сказать, на свободном выгуле. Некоторые местные жители стали побаиваться его из-за крупных размеров и даже угрожали отравить. Силами волонтеров определили его в приют «Надежда». Около года пес по кличке Бараш, так назвали его, из-за его внешнего вида живет в приюте. Пес по кличке Бараш очень хочет домой. Отлично ходит на поводке, длительные прогулки любит, поведение он может скакать, поддерживает игры. Может спокойно, если видит, что с ним никто не хочет играть, и сейчас не до этого, он спокойно лежит, отдыхает. Сам себе занятие может найти, там, косточку погрызть или просто спокойно. Еще иногда у него настроение, он погавкать, повыть любит в вольере. Какая-то на него такая ипохондрия находит. Да. Сидит вдвоем с некрупной собакой. Это говорит о том, что он очень покладистый, добрый и по отношению к посторонним людям доброжелательный пес. Обратите внимание на эту собаку по кличке Бараш. Его можно забрать из приюта, позвонив по телефону 8 846 231 4100. Да, бывают в приютах и породистые собаки. Это чистокромный Ротвейлер. Он с документами и оказался в приюте в результате беспечного и нерадивого отношения бывшего владельца, который ничего не предпринял, чтобы позаниматься с собакой, не выпускать свободный выгул и в конце концов стерилизовать его. Несмотря на свой внушительный вид, его можно отнести к категории доброжелательных псов. По характеру покладистый, но он содержался в вольере, поэтому к квартире, если кто-то захочет его брать в квартиру, нужно будет позаниматься, попробовать. В приюте у нас есть условия, чтобы даже здесь посмотреть, как он будет себя чувствовать в условиях внутри в помещении, не только в вольере. Но он вольерного содержания. Он адекватный со всеми собаками, с крупными, с мелкими, хорошо себя ведет. Даже то, что он несколько месяцев бегал по Новокуйбушевску, никаких не было историй, что он агрессивно себя к людям показал, проявил или к собакам. Кто его нашли, тоже удержали со своей собакой. Все было отлично, стычек никаких не было. Хотя он даже был без амуниции, он был без ошейника. То есть все хорошо. Конечно, с любой такой собакой все же необходимо заниматься, пройти курс по дрессировке, если хотите, чтобы собака доставляла удовольствие. Обратите внимание на Ротвеллера, его прямо сейчас отдают в хорошие ответственные руки. Заберите этого пса домой из приюта. Звоните по телефону 8 846 231 4100. Значит, Татьяна, ну опять же, сколько у вас все-таки людей, как разделение общества произошло, да, я так понимаю? Да. Кто за, кто против? С чем вы столкнулись? И самое главное, заявление в полицию было написано? Заявление в полицию было написано. Подать его, да, на самом деле несложно. Написать его, да, сложно добиться. А возбуждение уголовного дела, это правда очень-очень сложно у нас. Почему отказывают? Какие причины? Не видят состава преступления. Просто элементарно не видят состава преступления. А что нужно сделать, чтобы был состав преступления? Я не знаю. Я не в правоохранительных органах, конечно. Для меня это, конечно, состав преступления. Это естественно. Это даже мы попытаемся возбудиться по части второй. Да, это в присутствии детей. А это уже жестокость. Это, ну, это садистские методы в присутствии детей. И есть такое... Потому что если это продолжается на протечение многих лет, значит, это группа лиц. Это тоже есть такой пункт в этой статье. И это я не понимаю. В моей голове не укладывается, почему не возбуждают. Наверное, потому что какое-то бездействие. Еще хочется, знаете, что добавить. Что вот этим вот бездействием мы же порождаем вот это аморальное воспитание общества. Мы же сами своими руками создаем вот этот вот кошмар. Да, и у нас сейчас вот в дубовом мете разделился народ на тех, кто покрывает, так скажем, ну, в кавычки возьму это слово, да, или там, и те, кто защищает животных, да, слабых, так скажем. И нас... Ну, покрывает это в каком варианте? Это что, да, да, пускай, давайте, пускай... Есть и такие, да, пускай будет, давайте травить, а как же еще бороться, а что же еще делать, потому что, ну, люди не видят выхода, на самом деле. Может быть, эти люди просто не знают о том, что есть закон, через 98-й федеральный закон, да, что есть 245-я статья Уголовного кодекса. Может, они просто не знакомы с законом? Да, все все знают. Ну, давайте как-то честно. Все все знают и про этот... И все как-то все сходит с рук, потому что есть бездействие полиции. Это так. Да, отсутствие наказания... Отсутствие наказания. Потому что все думают, что по 245-й статье невозможно возбудить дело, и как-то это все сходит с рук. Вот мы никто не слышали, что была доведена до суда. Никого не посадили в Самарскую область. Говорят, вот, ну, я читала, что отсутствие наказания, вот, оно как бы подталкивает человека, что он прав, так и надо, и он спокойно может дойти, конечно, и до людей, да. Поступенчатое такое развитие, чтобы и человека убить. То есть у вас то же самое там происходит или нет? Мы надеемся, что нет еще. До людей не дошло. Вот вы на какой стадии сейчас остановились? Сейчас у нас написано очередное заявление в прокуратуру на бездействие полиции. Это уже второе. Ответ получили? Нет, еще это второе заявление. Мы обращались по правам ребенка, мы обращались к журналистам, и все это, в общем-то, идет. Идет дело, да, но с большим скрипом, с большим трудом, потому что мы постоянно получаем отписку. Это непрофессиональные действия в данной сфере или в данном направлении что-то, да? То есть сотрудники полиции незнакомы, вот, как же так привлекать по этой статье людей, непонятно. Вот, или же все-таки это нежелание просто, просто перегруженность нашей полиции? Я не знаю по поводу перегруженности, но, знаете, я думаю, что если грамотные следственные действия достаточно несложно найти. Понимаете, очень много свидетелей, очень много кто пострадал от этих действий, да? Люди просто боятся обращаться в правоохранительные органы, еще так. У нас, вот, например, огромное количество людей, ну, как, ну, вот, лично кого я знаю, человек 8, кто пострадал от этих отравлений собак, да? И как-то вот они не идут далее того, что не идут подавать заявление в полицию, да? Они идут делать экспертизу по смерти собаки, да? Потому что они не верят в то, что это можно завершить. Это практически, то есть вот даже я, как бы, у меня большой опыт, и то мы пока не завершили ни одно, даже уголовное дело, которое в 16-м году, оно не было доведено, хотя было все, да? Вот сейчас мы вместе с депутатом в конце декабря подали, там все, видео, там свидетельства, тоже пока нет никакого результата. То есть обычный человек, который вот не общается, да, не приходит к вам в студию, он вообще совершенно беззащитен, да? И есть случаи как-то там во дворе ко мне, там, ну, мучает щенков какой-то, и люди просто боятся к участковому прибегать, да? То есть, к сожалению, вот нет позитивного положительного... Ульяна, есть ли какая-то программа, которая, допустим, вот, ну, Татьяна приходит в сельское управление, ну, сельское поселение, да, в администрацию сельского поселения, и говорит, я хочу сейчас провести работу, и вы должны мне помочь. В каком плане? Вот, взять вот такие листочки, предлагаю вам, взять такие листочки и напечатать, прям, 245-я статья о главном кодексе, жестокое обращение животных. Товарищи, если не будете соблюдать закон, вы будете привлечены по этой статье. Возможно ли вот так сделать? Я думаю, это просто не поможет. Не поможет. Не поможет. Ну, хорошо, а вы знаете, я все-таки, вот, мне кажется, все равно, сколько я сталкиваюсь во время опросов всяких, да? Люди не знают? Люди не знают, а раз есть такая статья, а раз есть такой закон. Ну, понятное дело, мы не можем знать все законы, мы не можем знать все статьи о главном кодексе, но это не оправдывает нас, и, соответственно, не... Вы предполагаете людей, которые травят, они такие подходят к листочку, читают и говорят, ой, ну надо же, травить не буду, что же я делала, да? Я как психолог хочу здесь добавить, кто это делает, да? Да, в таких случаях в психиатрии ставят всего три диагноза – шизофрения, органические поражения мозга, либо тяжелая форма психопатии. Все, это человек, который принудительно должен лечиться у психиатра. То есть это люди, которые бывают животных, они, в принципе, имеют какую-то... Ну, на крайне, они, да, нормальный, адекватный человек никогда этого не сделает. Спасибо большое, спасибо большое. Мы снова берем паузу в нашем разговоре, и хочу предложить сюжет о двух счастливых метисах, которых нашли на улице, и теперь, я думаю, они безумно счастливы. Гуч и Бим, да, и уверен, владельцы тоже счастливы. Можно сказать, повезло, или родились под счастливой звездой, а в целом, говорят, такова судьба, или оказались в нужное время в нужном месте. Можно еще привести с десяток крылатых фраз с положительным определением хорошей судьбы двух собак, рожденных под открытым небом. Практически весь черный, небольшое белое пятно на груди и морде. По блеску шерсти, можно сказать, собака счастлива и здорова. Здесь бы не сглазить. Тьфу-тьфу-тьфу. Если бы в тот вечер не роман с супругой, неизвестно, как бы сложилась судьба этого щенка. Первый взгляд, как оказался, стал решающим в судьбе Гучи. Это очень интересная история, потому что однажды выходил я из подъезда, и утром как раз около подъезда встретил вот этого чуда. Маленький был, неуклюжий. Он то метался, то в подъезд, то из подъезда. Ну и вечером мы с женой возвращались домой. Я ее высадил около подъезда, она пошла домой. Я машину поехал ставить в гараж. Возвращаюсь домой, а он уже у нас дома, как ни в чем не бывало, встречает меня, своего нового хозяина. Вот так он у нас и остался. Чуть больше года Гучи живет в квартире и радует своих владельцев, хотя поначалу были, конечно, сложности, но с ними сумели справиться достойно. К тому же у Романа в детстве была собака породный боксер и кое-какой опыт с содержанием. А его характер? Это отдельная история. Поначалу он вообще бешеный-бешеный был. Справиться с ним было очень тяжело. Это постоянная беготня по дому, по квартире, на диваны запрыгивает, постоянно грыз чего-то, то плинтуса, то обои. Но вот сколько? Ну, месяца, наверное, четыре прошло, ну, на завтрашнее. Он уже более-менее спокойный стал учить, слушаться стал. Ну, мы как раз проходили курсы, учиться. Немного сложнее сложилась судьба Бима. Прежде чем попасть в дом своему хозяину, дворовому щенку пришлось пережить все невзгоды бродячей уличной жизни. Сейчас пес едва ли вспоминает об этом, ведь нынче есть свое место в квартире и даже свой диван, на котором Бим может поваляться рядом с хозяином, когда тот работает. Мысль завести собаку была не случайной, и к этому Алексей шел несколько лет. Изначально я вообще с детства любил животных, и вот как-то я познакомился со своими друзьями, и вот ездил к ним в гости с ночевочкой, у них была собака, я присутствовал на том моменте, когда они тоже взяли собаку с улицы, вот, там маленькую русско-европейскую лайку им подкинули, и они решили к себе забрать домой. Сам Алексей Несомарский приехал из другого города. Поначалу приходилось то снимать квартиру, то жить в семье у товарища, у которых была собака. Я ходил с собаками в Серовке, мне это очень нравилось, и, так сказать, меня, наверное, это закалило. Первое знакомство с Бимом произошло, когда товарищ Алексей Евгений забирал пса со стоянки. Жаловались жители рядом стоящего дома, что собака сильно лаяла то днем, то ночью. Ну, прошло три месяца с моей первой встречи, с второй встречи, это она вообще была смешная. Я прихожу, Женя берет, наливает водичку, из угла убегает такой. Ду-ду-ду-ду, там лает на меня. Вот, я испугался назад, бегу, жду, когда там цепь закончится. Вот, ну и в итоге это было наше второе знакомство с ним было. Вот, я ему там дал масольчик, подружился, и вот, пока там Женя в дождь делал ему будку, вот, я в этом моменте находился с ним внутри в цеху, потому что будка была не защитена, вот, и мы на денечек держали в цеху. И в итоге за этот момент, когда я там с ним часа два-три провел, я понял, что хочу забрать домой, и сказал, Женя, когда приеду домой один, когда приеду от родителей, я буду жить один, я возьму к себе Бима. Сказано, сделано, в этом помог еще и товарищ Алексей. Привез ему собаку и посодействовал в поиске съемной квартиры, где бы Алексей мог проживать с собакой. И я знал, что меня ждет, я знал, что там будет все очень нам, немного тяжело нам будет, ну и в итоге я пришел на дрессировку, на групповые занятия, ну и все, там первые стычки были, там ругали его, дрессировали, говорили, что дома делать, ну и в итоге вот он все спокойный, гуляет у меня совершенно отлично. Ну и что хочу сказать, когда уходил я из дома, я оставлял камеру, и он просто сидел у двери, вот, целый день не пил, не ел, продлился это на протяжении полгода, вот, пока я не приеду домой, он не поест, не попьет. Ну и от меня никуда не убегает, вот он, так сказать, дворняжки. Продолжаем разговор наш, вот, ну хорошо, а это обязательно вот именно, что заболевание, или все-таки это может просто человек там от отчаяния, что собака там покусала его ребенка или нападает на, скажем, на его скот. Скажем, вот Петрозаводский прошлой зимой было огромное количество нападений и стаевоков даже на собак. И мы видели это страшное, ужасающее видео, да. Вот, и тогда все прям на законном уровне, на законодательном, значит, было предложение, и дали ружье, и дали охотникам, значит, зеленый свет, и там за каждого волка по 10 тысяч. Волка? Да, волка. Ну здесь же собаки же тоже, это же дикие животные могут быть. Ну я могу тоже ответить. И сейчас она живет у меня в доме, и живет уже два года эта собака, да. И да, она злая, она защищает дом, она не пускает на территорию чужих, но мы... Ну я хочу вам сказать еще добавить, что есть еще и генетически врожденная реакция, боязнь, и вот эта самая генетика, которая, ну у нас в системе РКФ есть положение о проведении тестирования, и скажем так, вот в Туркменистане, если собаки, скажем, те же самые Алабая проявили агрессию, их просто-напросто либо отстреливают, либо там какая-то эвтаназия, да, либо их, соответственно, отправляют на какой-то дальний кордон, как говорится. Вот. Как же так? У нас тогда не происходит вот этого отбора. Вы про немотивированную агрессию? Агрессию, да. Сейчас-то в Думе снова готовится предложение, кстати, Департамент ветеринарии, что это надо описать, описать документально, но вот сколько я говорила с разными хорошими исполнителями ОСВВ, процент не очень большой. Ну то есть немотивированный, это как, ну, сумасшедшая собака, да, то есть она действительно опасна, то есть совершенно непредсказуема, когда она охраняет свой дом, да, не ест хозяев, там, ну, то есть она агрессивность проявляет, но чисто мотивированную, да, а есть действительно, ну, поражение мозга и так далее. Ну, какое поражение мозга-то, да, если собака боится, и она от того, что она боится, она кидается. Есть мотивированные агрессии, есть немотивированные. Там хороший охранник должен сидеть на цепи, естественно, его не надо выпускать, гулять по деревне. То есть есть, смотрите, то, что вот, хороший вопрос вы подняли, то, что люди видят только такой выход, да, мы действительно можем там посмотреть, сколько укусов, да, вот у меня есть статистика, за прошлый год 5654 укуса по области, да, но, правда, в 2007 году 9662, если мы посмотрим, укусы снижаются. Да, снижаются. Но при этом, как бы, отношение населения к этому вопросу, части населения, не улучшается. Они по-прежнему видят в собаках угрозу. Большое спасибо. У нас тяжелое время подходит к финалу. И все-таки, Татьяна, от вас теперь прям короткое 20-секундное резюме. Что вы сейчас все-таки продолжаете бороться и продолжаете все-таки привлекать внимание к этой проблеме? Да, конечно, продолжаю и буду продолжать, потому что все-таки моя цель – возбудить уголовное дело, да, а останавливаться я не собираюсь. И, в общем-то, на противодействие, так скажем, людей у меня есть свои действия, да, которые я совершаю, делаю потихонечку, надеюсь и верю в то, что у меня получится это. Спасибо большое. Спасибо большое. К сожалению, наша программа завершилась. И еще раз напомню, что после каждой видеовизитки есть телефоны, по которым вы сможете обратиться, если вам понравилась собака. И, конечно, не поленитесь, потратите время, это не так много. Если вы взяли собаку, обратитесь к кинологам, чтобы хотя бы научиться правильно подавать команды, правильно поощрять, правильно своевременно наказывать. Ну, и я думаю, что мы, конечно, еще продолжим эту тему, тему жестокого обращения с животными. И, соответственно, ну, я думаю, что мы в одной из наших будущих программ обязательно пригласим сотрудников полиции, представителей полиции и представителей прокуратуры. До свидания. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова